Добрый день любители радиоуправляемых моделей! В честь одного из самых наших великих праздников Дня Победы 9 мая мы представляем вам конструктор одной из самых известных и легендарных машин того периода военно-транспортного самолета ЛИ-2. Вот такой красавец у нас получился. Размах метр сорок, довольно большой самолет, но при этом не тяжелый. Взлетный вес у него килограмм с небольшим и самое главное как он полетел. Полетел замечательно. Так что не зря мы делали все эти доработки, не зря мы разбили первый вариант этого самолета. Результат не заставил себя ждать и как видите модель получилась просто замечательной. Да, это не тренер, для новичков этот самолет рекомендовать мы не можем, но для тех кто любит такие многомоторные достаточно крупные самолеты, кто готов летать плавными кругами и не рассчитывать на серьезный пилотаж с этой моделью, этот самолет для вас. В воздухе смотрится он конечно замечательно. Ну а сейчас подробнее поговорим, что же у нас входит в набор для сборки этой модели и обо всем расскажем более подробно, в том числе и про некоторые изменения в конструкции, которые были внесены в результате сборки нашей модели. Уже традиционный обзор конструкторов мы начинаем с деталей фюзеляжа. Вот на этой листе 5-миллиметровой нарезки располагаются все основные элементы для сборки каркаса фюзеляжа. Весь набор шпангоутов, стрингеры фюзеляжа и некоторые дополнительные элементы, такие как стенки батарейного отсека, накладки для формирования хвостового обтекателя и тому подобные детали. На всех деталях каркаса нанесена разметка, какой шпангоут, куда устанавливается. В этой модели фюзеляжа деревянных деталей практически нет. Единственный деревянный элемент это фанерная площадка под аккумулятор. Единственная деревянная деталь фюзеляжа здесь это крепление аккумулятора, площадка под батарею и вот как раз на этой площадке есть некоторые доработки, которые появились позже уже по результатам сборки нашей модели. Как видите, по бокам на этой площадке добавились дополнительные шипы, они цепляются за стенки батарейного отсека. На стеночках батарейного отсека в соответствующих местах тоже есть соответствующие вырезы. Устанавливаться эта площадка должна на стадии сборки каркаса, в тот момент, когда вы приклеили стрингеры и устанавливаете стенки батарейного отсека. Одновременно с этим ставится и крепление аккумулятора. Ну и, конечно же, не забудьте закрепить ремешок. Он также в комплекте, ремешок для крепления аккумулятора с нашим логотипом. Также к деталям фюзеляжа можно отнести обшивку. Тут достаточно много сегментов. Самый маленький это хвостик. Этот сегмент приклеивается снизу фюзеляжа на участке под стабилизатором. Следующий, уже достаточно крупный участок, приклеивается сверху фюзеляжа от хвоста, от стабилизатора до крыла, до задней кромки. Третий также крупный сегмент тоже приклеивается сверху. Это у нас обшивка центральной секции фюзеляжа вплоть до кабины пилота. Ну и обшивка носа нашей модели, участок кабины и сам носик. Также к элементам обшивки у нас относятся крыша кабины и имитация остекления лобового стекла кабины пилотов. Вот такая деталь. Следующий элемент это стабилизатор. Склеивается из двух слоев, двух половин. На внутренней стороне нанесена разметка линии отреза руля высоты. На одной половинке также проклеена сетка серпянка в качестве усиления стабилизатора и петель руля. Ну и также в комплекте идет проволочная скоба с петлями для соединения половинок руля высоты. Ну как видите, фюзеляжа дерева практически нет. За счет этого сэкономили вес. И при размахе метр сорок модель весит всего лишь чуть больше килограмма. Так что все эти проработки, все эти изменения, они тоже пошли в плюс летным качеством модели. На втором листе пятимиллиметровой нарезки у нас в основном детали для сборки мотогондол. Но также здесь две половинки киля. Он склеивается из пятимиллиметрового пенопласта для объема. На одной из половинок, как видите, наклеенная сетка серпянка, также в качестве петель руля. И также здесь размещаются нервюры крыла и центроплана. Кольца для склейки капота и основания капота. Кольца немножко разного размера, чтобы получить конус. Также в наборе две такие развертки для капотов. Из них, собственно, вы получаете тот усеченный конус, который является капотом. Ну а дальше идут детали крыла. Начнем с крупногабаритных элементов. Это развертка центроплана с вырезами под мотогондолы. На нижней половине здесь также нанесена разметка, куда приклеивать нервюры. И также все эти позиции продумированы. Аналогично на развертке консолей. Также на нижней плоскости у нас нанесена разметка для приклейки элементов каркаса. И по элеронам проклеена сетка серпянка, которая будет служить потом петлями элеронов. Но не забывайте, что это положение транспортное только на момент пересылки. Сетку нужно будет перед сборкой снять и установить уже после того, как приклеите каркас крыла. Еще одно новшество. Теперь мы не загибаем развертку крыла по центральной линии, чтобы пенопласт не проминался. И потом уже, когда вы собираете модель, не было заломов по линии сгиба. Теперь развертку крыла вам придется сгибать самостоятельно. Но зато меньше риска что-то испортить и получите более точный профиль при зашивке крыла. В данном случае крыло у нас делится на три секции, поэтому каждая отдельная секция относительно небольшого размера. И мы ее высылаем в виде отдельной цельной развертки. Но в случае, если крыло в ширину конструктора, ширину нарезки не умещается, тогда мы разрезаем развертку крыла по линии сгиба и вам также предстоит перед сборкой крыла эту развертку склеить. Но здесь такая операция не требуется. Здесь развертки цельные. Ну и в крыле у нас располагаются основные деревянные детали. Все основное дерево сконцентрировано именно здесь. Начнем с нервюр. Набор нервюр. Они в виде пронумерованы. Все нервюры парные. На каждой стоит соответствующий номер. И устанавливайте их потом по разметке, по нумерации на развертке и обшивке. В центр план вклеиваются нервюры под номером 1. Они там все одинаковые. Четыре нервюры деревянные плюс несколько инопластовых. А начиная со второй нервюры и по четвертую деревянную это нервюры уже консолей. Также к деревянным элементам самого крыла относится крепление консолей. Это две такие соединительные планочки и площадки, к которым они крепятся. Площадки вклеиваются в консоли, планки в центроплан. Как правильно приклеить эти детали мы показывали в наших видео уроках. Смотрите видео по сборке модели L2. Но сразу хочу обратить внимание, что на этих площадках отверстий заранее не просверлено, потому что планки вы можете вклеить либо чуть глубже, либо чуть посильнее выдвинуть. И отверстия гарантированно у вас могут и не сойтись. Поэтому на этих планочках отверстия сверлится уже по месту, по факту, когда крыло собрано, когда стыкуете консоли, уже видите на каком расстоянии нужно будет сверлить отверстия под саморезы. Ну и основное дерево у нас сосредоточено в мотогондолах, в креплении двигателей и, конечно же, основных стоек шасси. В этом наборе у нас идут две моторамы, собственно само крепления двигателей. Боковые стойки мотогондол с креплениями под площадки и сами площадки. Вот эта площадка нижняя с креплением под ретракт, но это площадка верхняя, она держит мотораму, соединяет между собой боковины и усиливает в общем и целом всю конструкцию. Кроме того, в комплекте две такие дополнительные стоечки. Это опоры для второго края основной стойки шасси. Отверстие здесь также заранее не просверлено. Когда сгибаете основную стойку шасси, может получиться так, что участок крепежа к этой дополнительной опоре получится не соосно оси ретракта. В этом случае при выпуске шасси стойку может уводить в сторону. Чтобы этого не было, уже после того, как закрепили стойку, после того, как проверили, как работает ретракт, гарантированно отмечаете отверстие уже по месту, по факту того, что у вас получается. Тогда при выпущенных стойках они будут стоять точно прямо. При уходе стойки может быть некоторое отклонение, но пространство достаточное и стойка все равно будет убираться. Ну и, соответственно, приклеивать эту деталь нужно будет одной из самых последних. Уже после того, как все собрали, проверили, убедились, что будет нормально работать. Уже на готовой модели практически. Клеится эта опора вот в этом месте. Здесь у нас стоит ретракт с обратной стороны. И вот в этом месте дополнительная опора для второй половины стойки. Также к элементам крыла относятся два таких пеноплексовых брусочка. Это единственное место, где мы от него полностью отказаться не можем. Это бруски усиления линии отреза элеронов. Также, как их вклеивать, как их обрабатывать, смотрите в наших видеоуроках. Там мы все это подробно показывали. Ну и, конечно, комплект рейк для лонжеронов крыла. Короткие рейки 350 миллиметров, это лонжероны центроплана. Четыре рейки используются на этой модели. Все рейки одинакового размера. Центроплан здесь прямоугольный. Ну и комплект заготовок для лонжеронов консолей. Здесь рейки двух размеров. Видите, четыре рейки идут длиной чуть побольше. Это нижние основные лонжероны. Ну и рейки покороче. Это дополнительный лонжерон. Также в наборе две алюминиевые трубки для крепления консолей. Комплект зализов. Это нижняя часть приклеивается под центроплан. Ну и, собственно, сами зализы. Верхняя часть устанавливаются между обшивкой фюзеляжа и крылом. Ну и, конечно, элементы управления моделью. Два баудена и тяги хвостовых рулей. Достаточно длинные. Ну, сервомашинки здесь устанавливаются под крылом, перед приклейкой крыла. И от них до хвоста нужно будет тянуть управление. Вот поэтому такие длинные тяги здесь прикладываются. Ну и комплект мелких элементов. Две заготовки для тяг элеронов. Проволока по 10 см длиной. Задняя стойка шасси под хвостовое колесико. Прикрывается кусочком пенопласта, чтобы не повредить другие элементы при транспортировке. Заготовка самого колесика. Эти две половинки вам предстоит склеить между собой и при необходимости обработаете. Также в комплекте идут четыре кабанчика. Сейчас мы применяем заводские нейлоновые кабанчики, которые достаточно легко устанавливаются и замечательно работают на моделях подобного размера. В дополнение к кабанчикам идут фиксаторы тяг. Как их устанавливать также подробнее смотрите в наших видео уроках. Плюс в наборе два самореза для крепления консолей. Как раз соединительные планки будете прикручивать. Ну и конечно два магнитика и жестянки для магнитного фиксатора крышки батарейного отсека. Магнитики приклеиваются внутри батарейного отсека, жестянки устанавливаются на саму крышку. Ну а детали крышки находятся на нарезке 5-миллиметровых деталей. Ну и конечно в набор для сборки модели входят декали. Это звезды, бортовые номера и элементы остекления для нашей модели. Декали печатаются на самоклеящейся бумаге. Вам их предстоит аккуратно по контуру вырезать и при помощи полосы прозрачного скотча перенести на модель. Вот такой набор мы вам предлагаем. Если вы внимательно посмотрите наши видео уроки и аккуратно соберете все эти детали в единое целое, у вас должен получиться вот такой замечательный и легендарный самолет V-2. Ну либо в зависимости от того как вы его хотите назвать может быть Douglas C-47. В данный набор у нас не входят основные стойки шасси с колесами и ретрактами и электроника. При необходимости вы можете эти элементы докупить отдельными комплектами. Есть отдельно набор электроники с двигателями, регуляторами и сервомашинками для конкретно этого самолета и есть набор для установки убираемых шасси на конкретно самолет V-2. Ну а здесь в этом наборе представлены все необходимые детали для сборки непосредственно планера моделей. Вот такой комплект мы вам предлагаем. Если он вас заинтересовал, ссылки на наш интернет-магазин будут в подсказках в правом углу экрана и в описании под этим видео. Переходите по ним, приобретайте этот набор и собирайте вот такой замечательный и главное легендарный самолет второй мировой войны. Один из лучших военно-транспортных самолетов Ли-2. Ну а мы в скором времени ждем очередное пополнение нашей коллекции времен Второй мировой войны. Это бомбардировщик Ту-2. Модель также практически уже собрана и в скором времени этот бомбардировщик увидит небо. А на сегодня обзор конструктора Ли-2 подходит к концу и если он вас заинтересовал, переходите по ссылкам, приобретайте. Ну и конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждем новых моделей и нового пополнения в нашем интернет-магазине. До новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!